Миллион отдать за Рапид это дофига Но есть и свои минусы, какие? И понимаешь то, что машинка дешевенькая, Б-класс Но факт в том, что газку даешь Оп, все, поскакала Это еще не конец, идите со мной Доработанная уже Это будет совсем другая история, обязательно подпишитесь Это будет следующее видео Друзья, всем привет! Привет! Последние несколько видеороликов на нашем канале были посвящены дорогим немецким автомобилям Ценник на который начинается от 2 миллионов рублей и выше Я прекрасно понимаю, экономическая ситуация в стране Доллар растет, налоги растут, все растут, вы все прекрасно знаете Поэтому рассказывать про эти автомобили, снимать только их нецелесообразно Нужно купить автомобиль, есть до миллиона рублей Что купить? Вот сегодня мы с вами и рассмотрим эту тему на примере новой Ну, скажем так, обновленный Skoda Rapid 2017 года автомобиль с двигателем 1.4, 7-ступенчатый робот Цена автомобиля, ну вот в нашей комплектации со всеми доп. пакетами Была чуть выше миллиона рублей Человек, покупая его, добился скидки примерно 900 тысяч рублей Автомобиль куплен месяц назад Пробег на нем сейчас чуть больше 4000 километров В общем, давайте посмотрим, что представляет из себя этот автомобиль Стоит ли его покупать? Базовую версию вы сегодня можете найти самую пустую за 650 тысяч Самую дорогую, VAC, наборные опции Вот здесь вот действительно, как в Mercedes, как в BMW, в Audi приходишь Вот оптика у нас идет обычная, а можно поставить Bixenon доплатив В общем, давайте посмотрим, что он из себя представляет И стоит ли его покупать на сегодняшний день Что мы получаем за эти деньги? Ну, автомобиль у нас относится к классу B Габариты автомобиля вы сейчас видите на экране Вес автомобиля в районе 1200 килограмм Какие плюсы, какие минусы? Ну, в первую очередь, цена Друзья, я прекрасно понимаю, что миллион отдать за Rapid это дофига Но на сегодняшний день Kia Rio миллион Solaris миллион Rapid A.K.A. Polo Все это стоит денег На сегодняшний день купить дешевый автомобиль уже не получается В базовой версии, сами видите, 600 рублей Реальная цена адекватна вот такой комплектации Там на момент бы 2013 года Если бы сейчас там было все по 33 Он бы обошелся, ну, я думаю, 1700-750 А базовая версия была бы и вовсе 450 тысяч Что здесь идет у нас? Галогеновая оптика, но при этом идут дневные ходовки диодные Появились у нас противотуманочки Морда, вообще и в целом автомобиль очень сильно похож на Skoda Octavia Вот я лично, когда смотрю на эти автомобили, знаешь ли, сдалека проезжает Я их определяю в первую очередь сейчас только по фарам Раз, ну и по размерам Когда два автомобиля рядом стоят, конечно же, маленькая машинка такая, знаешь, компактная Есть различная линейка двигателей В нашем случае идет 1,4, 7-ступенчатый робот Расход у автомобиля на сегодняшний день примерно 10 литров Но 4000 пробег, и владелец катается только по городу Москва Сами прекрасно понимаете, огромные пробки Если кататься в смешанном цикле, либо где-то загорода, там, в Осковской области, либо в любой другой Реальный расход здесь будет 7-8 литров На трассу ты выйдешь, расход и вовсе действительно может упасть до 5 Двигатель выдает 125 лошадиных сил Естественно стоит турбина Разгон паспортный, базовый, стоковый, 9 секунд, друзья Его можно чипануть, и действительно, там люди, кто делает чиповку, разгоняется автомобиль У них примерно, ну, чуть быстрее 8 секунд Что из нареканий? Ну, естественно, ДСГ, никому она не нравится Многие говорят, и я даже, когда мы снимали видеоролик про Октавию Что вот, там, доработали, доделали Тем не менее, все равно нарекания присутствуют Но есть и те, кто откатывают по 100 тысяч километров, и проблем никаких нету С двигателем, ну, самый стандартный, это масложер, но, опять же, вот этот 1.4 считается на сегодняшний день, как бы, самый доработанный Пока что у него проблем нету, особых нареканий на него нет У нас этот газоупоры, так сказать, сразу лакшери версия Естественно, это доп. опция Напоминаю всем тем, кто хочет себе поставить такие упоры У нас есть партнер, упоркапота.ру Оставляю на них ссылку, сам у них ставил Цена такого вопроса примерно 2000 рублей По промокоду от меня вам еще и соточку скину То, может быть, чуть больше, тут говорить не буду Всем, кому интересно, переходите Доставка по всей России, установить можете сами Для чего я это говорю? Ну, действительно удобнее Ну, смотри, раз, подошел, тогда открыл Не надо никакую палку ставить, а то, что это такое? Ну, несерьезно, хотя цена вопроса 2000 Двигатель выдает 200 крутящего момента За счет того, что клиренс у автомобиля 170 миллиметров Это, с одной стороны, огромный плюс Ну, для города передвигаться 170, сам понимаешь Машина не длинная, база тут, по сути, короткая И с вес бамперов, я бы не сказал, что он низкий В общем, парковаться в городе будет комфортно Но есть и свои минусы Какие? За счет того, что машина легкая и высокая На трассу, если ты выйдешь, боковой ветер 140-150 Будешь ехать, действительно, ее будет шатать Валтузить на трассе, то есть, ну, парусность присутствует Дискомфорт вызывает Но передвигаться в солнечную погоду Летом ты вышел там 150, 160, 170 Она запросто поедет Максимальная скорость у автомобиля 208 километров Я прекрасно понимаю, что многие могут разгонять его и до максимума Здесь многое зависит от водителя По обслуживанию ТО делается раз в 15 тысяч Цена вопроса будет порядка 10 тысяч рублей Возможно, чуть больше Все цены постоянно меняются Что-то растет, что-то падает Можно запросить у официального дилера Вам всю раскладку на ближайшие 3 года Выпишут Гарантия на автомобиль 3 года, либо 100 тысяч Вот каска на автомобиль, смотрите, у владельца 3 года стаж Полная каска с франшизой Ему обошлась в 40 тысяч рублей Ляма это на самом деле не маленькие деньги Но можно найти за 800 тысяч версию За 750 Есть другие двигатели Там MPI Есть автоматическая коробка передач Есть механическая коробка передач То есть под себя можно собрать автомобиль Опять же, в А-групп То есть наборные опции Ты можешь поставить в автомобиль только то, что тебе нужно Но в таком случае никакой речи о скидках быть не может Вот меня что удивило Что человек купил 17-й год 17-й год месяц назад То есть что получается? Машины не распродаются что ли? Ему подарков дали Там колеса дали в сборе с зимней резиной То есть приятные бонусы есть Пойдемте потихонечку дальше Передняя подвеска на нашем автомобиле Амортизационная стойка типа Макферсон Задняя торсионная балка Про нее даже говорить ничего не буду Потому что есть люди, которые говорят Классная подвеска, все устраивает Есть те, кто говорит то, что прыгучая Большинство людей, владельцев отмечают, что машина, конечно, жестковата Особенно на 16-х дисках 15-х какую-нибудь резину помягче на зиму посадить Будет комфортнее Но вы посмотрите сами Да, вот дорога То есть на такой дороге Какая речь вообще может быть там о дискомфорте подвески? Она может быть ушатанная здесь вообще полностью Но на таком ровном асфальте Ты этого никак не почувствуешь Максимум, где тебе это может сказануться Максимум, где тебе это может сказаться Если ты будешь приезжать какие-то там железнодорожные переезды Либо же будет разбитые участки 170 мм клиренса, подчеркиваю, это круто У нас идет подогрев лобового стекла У нас зеркала с подогревом Повторители, но зеркала не складываются Место сзади, на самом деле, друзья Но я бы не сказал, что его много Я бы даже сказал то, что, конечно Относительно Вот посмотрите сами Я присаживаюсь Вот удобно, реально То есть все, я сел нормально Но если человек высокий, я ростом 1,86 И такой толстенький в комплекции Возможно, он будет сидеть вот так вот Но если постараться развалиться Ну все, поехали Вот эта часть, например, жесткая По отделке материалов чувствуется Что автомобиль B-класс То есть на пластик смотришь Такой дешевенько выглядит Но в тот же самый момент, знаешь Не режет глаз Ты присаживаешься, становишься приятный Как опция Можно поставить себе там подлокотник Будет комфортно Сзади у тебя там может быть розетка Подогревы сиденья В общем, все, что есть Вот из различных опций Можно собрать машину Такая машина будет вообще за лям и выше Примерно даже, я могу сказать Миллион двести Если его прямо укомплектовать по максимуму В таком случае ты сядешь сюда Чего не спросишь, все есть Бак у нас объемом 55 литров Питается от 95-го бензина и выше Изначально машина может идти на 15-х Либо на 16-х колесах Вот касаемо вопроса резины От двух тысяч рублей Там до шести тысяч За шесть тысяч Это там если 15-й, 16-й радиус Это прямо вообще дорогие шины За трешку можно найти реально достойную резину Переходим назад Что нас здесь встречает? Ну жопа, пацаны Честное слово Как у Octavia Сами все видите Сделали такой нелегкий стайлинг На который многие обращают внимание Что немного затонировали фонари Фонари на лампочках Но вот эта окантовка Например, она идет диодная Вы также можете доставить камеру заднего вида Что круто в этой машине Ну конечно же лифтбэк И поэтому багажник Самый-самый здоровый багажник в B-классе Объем здесь примерно 530 литров Если все сейчас сложить Здесь объем будет 1430 Какой минус? Покажи, пожалуйста, багажник Вот с этой стороны Вот О чем я говорю Ну согласитесь, да Вот если сейчас вот Сложить сидение И это был бы ровный пол Это действительно был бы фургон Потому что эти дела все убираются И перевозить здесь можно что угодно Полноразмерное запасное колесо В багажнике лежит Но у Skoda там, да У Ваггрупп на самом деле Таких ништячков различных Очень много Там тот же самый Сейчас откроешь бензобак, да Здесь будет шкребочек Всякие различные крепления есть Веточки хотел сказать Штуки, короче Куда можно вешать сумки В общем вот так вот Для семьи, ну согласись Вот у тебя ребенок родился Колясочку положил Продукты закупил Я не знаю, там лопату Еще что-то съездил на огород Съездил на дачу Погулять, торговый центр Машина небольшая Ее удобно парковать Друзья, не подумайте То, что я пытаюсь Вот там нахваливать машину Сами видите Тачка не дилерская Тачка вот Акционера нашего канала Предоставил Вот если так посмотреть Альтернативу Не каждый хочет покупать себе Киа Не каждый хочет себе покупать Там Солярис Хотя по сути Одно и то же Там только разная Обертка, скажем так Вот Как первому владельцу Покупаешь Вопросов ноль Понятное дело Что если там Через 3-4 года Либо с большим пробегом Может начаться Мы с лажор Посмотрим Не утверждаю Что вот конкретно На этом двигателе Это будет Но Сами все прекрасно знают Что это бывает Могут там появиться Проблемы с коробкой Но это вообще Милое дело Семиступенчатый робот Посмотрим Что будет Ну вот так 3 года И 100 тысяч Гарантии есть Передвигается Вообще не парится Автомобиль куплен Частично в кредит Он что-то там Первоначальный взнос Сделал 600 тысяч И сейчас ему там По 9-750 в месяц Он выплачивает То есть комфортно Все Подъемная цена За счет того Что автомобиль Высокий Ну 170 миллиметров Ты садишься сюда Комфортно Сидение механическое На так понимаю Все как обычно Доп-опция Можно доставить Автомобиль Заводится у нас С ключа Вот человеку При покупке Автомобиля Поставили Автозапуск Дополнительно Вот посмотрите Интерьер автомобиля Вот если присматривать Там пластик Трогать Да он жесткий Он не мягкий Но с другой стороны Друзья Садишься Ну действительно Интерьер Такой приятный То есть Приборная панель Хорошая Все ясно Все понятно Четкий такой Дисплейчик идет Он черно-белый Но все видно Вот эта часть Она еще идет С поддержкой CarPlay Соответственно Все различные Навигации Можно смотреть Уверен что сейчас Все это ломает И можно видосики Смотреть через этот дисплей Что не нравится Вот эта часть Нормально-нормально Но вот здесь Начинается как-то Оп И понимаешь Что-что Машинка дешевенькая Б класс Почему Вот если бы Вот эту панель Продолжили бы дальше И сделали бы Я не знаю Как в аудюхах Например сделано Чтобы здесь было симпатично Закрывалось шторкой Вот казалось бы Мелочь Но с точки зрения Визуализации Было бы гораздо приятнее Почему не делают Не знаю Ну вот Убираем Подлокотник Как вы знаете Подлокотник имеет У нас настройки Его можно пониже Опустить Повыше То есть Под себя Настрой По полной программе Приятный Очень руль Мультифункциональный Минус у этого автомобиля В том Что здесь Очень херовая Шумоизоляция Ну б класс Понятное дело И шумить его Дополнительно Пытаться Вообще смысла Никакого нету Проще подкопить И купить автомобиль Подороже Сидение Относительно удобное Я на таком машине Много конечно не ездил Врать не буду Вот так сидишь Комфортно Но многие отмечают То что поясничная поддержка Фиговенькая То что ее вообще нету В общем Какой-то дискомфорт Если там проехать Тысячу полторы Но с другой стороны Покупают их для города И здесь вопросов ноль Давайте это проверим Вместе с вами Поехали прокатимся Тормоза у нас В автомобиле Стоят обычные Дисковые Спереди и сзади То что есть дворник Вы это прекрасно знаете В общем сел Настроил все под себя Что получается Зеркала небольшие Но все видно Салонное зеркало Тоже да Небольшое Такое Ну скажем так Компактное Это назовем Все видно Характерная работа Коробки Но факт в том Что газку даешь Оп Все Поскакало Ну действительно Парни 1200 килограмм Скажем так Разгоняется шустро Для города И для такой дороги Для хорошей Ты вообще тут Души чаять не будешь Ездишь Гоняешься Как она будет держать Дорогу на большой скорости Сказать не могу Но вот этот автомобиль Для города Подчеркну Вообще Предложение я считаю Неплохое Если передвигаться Спокойно Вот мы едем Да в режиме 30-40 километров Вот железнодорожные пути Машинка собранная Она новая Но все равно Работа в подвеске Слышна Шумоизоляция Подчеркну здесь Так себе С точки зрения Эргономики Вот сел в автомобиль Давно на шкодах Не ездил Последний раз Мы катались Примерно 3-4 месяца назад Когда снимали Октавию Ну все понятно Подлокотник На своем месте Второй подлокотник Который можно настроить Тоже на своем месте За счет того Что селектор Переключения передач Высокий Кажется Блин Ну хренов Какая-то палка торчит Но вот так сел А? Колечко Смотри как Сияет Нормально Музыка Ну друзья Сами понимаете Вот все в плане таком Что ты сел Завел Поехал Если ты какой-то там Искушенный Тебе нужно все лучшее Самое хорошее Пожалуйста Иди Есть автомобили подороже Очень хорошо чувствуется Габариты автомобиля Что я сажусь Я прям понимаю Как мне нужно подъехать Где у меня задница кончается То есть машина такая Знаешь Не вытянута Ничего Она вот ровненькая Если говорить Вообще за внешний вид Вот есть фанаты Кто говорит Блин Мне нравится Как тачка выглядит Есть естественно Многие кто скажет Че Шкода Ну блин Слишком скучно Своя философия Сами все прекрасно понимаете Отмечу одно Что вот с появлением Новой Появились новые цвета Там зеленый цвет Такой яркий Интересный И еще там Несколько ярких цветов есть Действительно Знаешь Рассчитано так На молодежь Что ты можешь Купить машинку Сделать Стайлинг легкий Есть комплектация Там Монте Карло Машинка Выглядит так симпатично Поэтому покупать ее Или не покупать Решение здесь Принимать только вам Если есть что-то Более Альтернативное И интересное Напишите ваше мнение В комментариях Мне не нравится балка Только тем Что вот Когда плохая Будет погода Когда пойдет Снег Выпадет Появятся Все различные Вот эти выбоины Все равно Прыгучая жопа Пацаны Кто бы что не говорил И так-то многие Отмечают владельца Что она жестковатая Подвеска Но вот для города В летнее время Я конечно понимаю Что раз уже Десять скослов Для города Но на этой машине Для этого и предназначено Что ты сел Утром Отправился на работу Забрал жену Забрал детей Назад посадил Все Вы поехали Естественно Если вы там Растете Становитесь Толстыми У вас дети Высокие Тесновато будет Какой плюс Вот динамика За счет того Что турбинка И ДСГ Все равно Едешь спокойно Знаешь Есть легкая задержка Но газку даешь И все Она поскакала Если держать Еще обороты Там 60 Можно поноситься И машина Дорогу держит хорошо Всех призываю Соблюдать правила дорожного движения Звук работы дворников Открываешь Стекла Да Ну тоже Чувствуется Знаешь Такая дешевизна Тут у владельца спрашивают Что тебе в машине нравится Все нравится То есть За что купил машину Блин Понравился динамик Вот сейчас Мы переводим коробочку В режим спорт Не забывайте о том Что есть потенциал У машины Что ее можно чипануть Едем примерно 30 Предположим Что я хочу пульнуть Ну все равно Знаешь Легкая Легкая задержка И поскакали Вот дорога разбита Я вот серьезно говорю Я лично ощущаю Сразу вот работу Подвески Я ее прям слышу Тутух 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 Все это есть Ну вот на ровной дороге Вообще вопросов ноль Газку даешь в пол Работу двигателя слышно Некоторых это напрягает Кто-то говорит Блин Круто когда Тихо все работает Мне прям наоборот нравится А так все на своем месте Как говорится Бери ношу по себе Чтоб не падать при ходьбе Можно купить BMW О которой сейчас Мы будем говорить 2 миллиона рублей Отдать там 600-700 тысяч Как первоначальный взнос Взять еще полтора миллиона кредит Платить 3-5 лет Ну на BMW А можно купить вот Рапидик И по содержанию недорогой И по динамике хорошей И по укомплектованности По сути есть все то Что нужно Поэтому если понтов нету И ты хочешь передвигаться с комфортом И у тебя до миллиона рублей Как вариант Рассмотреть его можно Поехали Подведем итоги Друзья Будем делать выводы А выводы здесь простые Каска недорогое 40-50 тысяч Содержание недорогое В районе 10 тысяч Там техническое обслуживание будет На стороне Естественно Можно сделать еще дешевле Перевозить какой-то груз Ну сами видите Лифтбэк Багажник огромный Лучший в классе Клиренс высокий Какие минусы у автомобиля Ну то что Шкода Вак Знаешь Коробочка не такая Ну кто-то не полюбит Кто-то посчитает Потому что она ненадежная Если рассматривать Автомобиль на срок владения 3-4 года Ну согласитесь Напишите ваше мнение Если это не так Чиповочку можно сделать До миллиона рублей Я считаю То что достойный вариант Для того чтобы рассмотреть Его к покупке Выводы сделать здесь Только вам Пишите ваши комментарии Ставьте лайки Дизлайки Высказывайтесь полностью Это еще не конец Иди со мной Вот мы отсняли автомобиль До миллиона рублей Как вы знаете Я ездил по автосалону Смотрел БМВ 320 Икс драйв М пакет И вот вариант Доработанный уже В котором есть все то Что я бы хотел себе сделать Это будет совсем другая история Обязательно подпишитесь Потому что это будет следующее видео И мы про это все расскажем До новых встреч Чао пока